Привет всем, чьих сбережений еще хватает на интернет. И всем, кого среди прочего еще почему-то интересуют автомобильные новости. Я недавно вернулся с детройтского автосалона. Несмотря на бойкот со стороны чуть ли не половины автопроизводителей, он получился очень ярким. Новый Mercedes E-класса, Lexus LC500, BMW M2 и возрожденный Lincoln Continental. Не буду утомлять вас перечислением всех новинок. О них вы и так можете прочитать хотя бы на нашем сайте. Я тут взялся готовить обзор автосалона для очередного номера авторевью и понял, что поговорить-то нужно совсем о другом. Вы же помните, как пять лет назад почти разорились все американские автопроизводители? Продажи падали, заводы закрывались, обанкротился даже сам город Детройт. Так вот, в 2016 году об этом уже никто не помнит. В Детройте реставрируют заброшенные небоскребы, открывают новые офисы, рестораны и даже поговаривают, что лет через пять там появится Apple Store. Блестящая перспектива. А у троицы детроитских автопроизводителей все еще лучше. Рекордные продажи и рекордная прибыль. Сработал зеркальный нашему экономический принцип. Бензин подешевел, американцы покупают больше автомобилей, бизнес богатеет. Даже завидно. Вот ведь оказывается, как бывает. Как раз в первые дни января появились итоги ушедшего года. В США проданы рекордные за всю историю 17,5 миллионов автомобилей. В Европе тоже лучший результат за пять лет. 14 миллионов. Ну а Китай снова за грани фантастики. 21 миллион. Поперло, что называется. Но мне кажется, на фоне вот этой эйфории у автопроизводителей немного утратилось ощущение реальности. Послушал я, о чем говорят на пресс-конференциях в Детройте. Примерно так же, как последние лет пять все на автосалонах сходили с ума по зеленым автомобилям, теперь все бредят беспилотниками. Кстати, знаете, какой концепт-кар в Детройте показала компания Audi? Луноход. Чтобы понять нынешнее состояние автоиндустрии, нужно представить ее в образе человеческого организма. Америка, Европа и Китай это пищеварительная система. Аппетит прекрасный, желудок бездонный, масса тела нарастает и это, конечно, дарит пьянящее ощущение счастья. Но не все органы развиваются равномерно. Япония, например, деградирует. Там перекрыли кровоток маленьким кейкаром и общие продажи упали на 10%. А российские и бразильские рынки усохли на треть и, по-моему, совсем атрофировались. Можно и без них, но с легкими тоже не все в порядке. Дизельная болезнь концерна Volkswagen не просто не отступает, она угрожает перекинуться на здоровые части тела. Во Франции уже начались проверки двигателей Рено и компания объявила отзыв 16 тысяч своих дизельных машин. Хотя, в общем-то, понятно, что в реальности паспортной частотой выхлопа не могут похвастать дизели ни одной компании. Освоить здоровый образ жизни до сих пор не получилось. Где электромобили и гибриды? Как только подешевел бензин, о них все забыли. Хуже того, организм нашего героя уже не обходится без постоянного медицинского вмешательства из-за всяких мелких болячек. 2015 год, как вы знаете, стал рекордным еще и по количеству скандалов и отзывных компаний, связанных с техническими проблемами автомобилей. Неисправные замки зажигания, самовосполняющиеся стеклоподъемники, ну и, конечно, подушки безопасности. 34 миллиона машин отозваны по всему свету для замены неисправных эрбегов фирмы Takata. И ведь ни с одной из этих проблем до конца разобраться не удалось. То есть это, что называется, уже хроническая патология. А с головой и с трезвой оценкой собственных возможностей давно все не слава богу. Несмотря на все проблемы, автопром продолжает ставить перед собой все новые и все более громкие цели. 8 лет назад в Америке обещали, что к 2015 году на дороге выйдет миллион электромобилей. 2015 год закончился. Не осилили и половины. В Европе до сих пор обещают побороть вредные выбросы двигателей внутреннего сгорания. А некоторые компании еще и свести к нулю дорожную смертность. Ну-ну. Кажется, пациент у нас получается не самый уравновешенный, не самый здоровый и уж точно не самый адекватный. И вот представьте, что персонаж с таким диагнозом и темпераментом забирается в кабину, скажем, Боинга и со словами «Смотрите, что я сейчас покажу» тянется к штурвалу. Примерно так и выглядит сегодняшнее обещание автопроизводителей освоить технологии автономного вождения. Ну а мы с вами, получается, в пассажирском салоне. Беспилотные программы теперь активно развивают не только японские компании Тесла, а еще Мерседес, Вольво, BMW и Форд. Гугл и Эппл вот тоже решили, что разработать автомобиль с нуля не так уж и сложно. Особенно, если этому автомобилю не нужны руль, педали и водитель. В Америке это направление вообще стало делом национальной важности. Только что обнародована президентская программа, которая обещает 4 миллиарда бюджетных долларов на то, чтобы форсировать внедрение автономных программ на массовых автомобилях. Вообще, знаете, если вы собрались провалить какое-нибудь важное начинание, то первым делом погромче сообщите всем вокруг, как много вы собираетесь работать и каких выдающихся результатов достигнете чуть ли не на следующий день. Вот почему, вернувшись из Детройта, я как-то сильно охладел к беспилотнику. Одно дело, когда за это берутся одержимые энтузиасты, вроде того же Илона Маска. И совсем другое, когда наваливается целая индустрия. Немолодая, нездоровая, неадекватная и не всегда чистоплотная. Безумству храбрых поем мы славу. Без храбрецов мы, наверное, до сих пор кликали бы по бересте. Но, может, давайте как-нибудь без безумства? Особенно на дорогах. Может быть, сначала стоит разобраться с замками зажигания, со стеклоподъемниками, сделать подушки безопасности наконец-то безопасными, выхлоп чистым, а электромобили дешевыми. И уже потом браться за автопилот. Нет? Ну что ж, тогда пристегните ремни и держитесь покрепче. Все только начинается. Нас ждет головокружительный драйв. Бессмысленный и беспилотный. Пока!